В системе образования Одинцовского городского округа с 1 января действует 32 образовательных комплекса. Помимо них в округе функционируют две школы, которые не вошли ни в какой комплекс. Это Одинцовская лингвистическая и православная гимназии. Две школы для детей с ограниченными возможностями по здоровью, надежда и гармония. Одна школа-интернат и один сад компенсирующего вида. Ни в одном из округов Московской области нет такого количества учреждений, помимо двух школ у нас достаточное количество объектов и площадей, где могут учиться такие детишки. Заместитель главы округа Олег Дмитриев отметил, что в образовательных учреждениях активно реализуются федеральные и приоритетные национальные проекты образования. Также Одинцовский округ стал лидером и победителем в номинации создания полисадиков – полноценных дошкольных образовательных учреждений. В рамках этого проекта губернатора в муниципалитете появилось 785 мест для дошколят. Еще одним губернаторским проектом стал открытый школьный стадион. За 2022 год в округе открыто 14 таких площадок, и еще 5 запланировано на следующий год. В топ-200 лучших школ России вошли две школы Одинцовского городского округа. Это Одинцовская лингвистическая гимназия и Одинцовский десятый лицей. В этом году в муниципалитете реализован проект главы округа «Школа будущего» совместно с МГИМО. Это инновационный проект, в рамках которого все образовательные учреждения проходят обучение, разрабатывают концепции со своими командами и потом защищают их перед опытными педагогами. Также окружная администрация уделяет особое внимание и реализации молодежной политики, одно из направлений которой – волонтерство. На сегодняшний день мы вовлекли в волонтерскую деятельность за 11 месяцев уже порядка 70 тысяч жителей нашего округа. Было проведено 200 акций как федерального масштаба, так и совместно с Управлением образования и подведомственными организациями. В мероприятии удалось вовлечь чуть больше 50% молодежи округа. Это порядка 50 тысяч молодых людей. Провели 192 различных мероприятия. Для молодых людей мы проводим информационные и мастер-классы, и вовлекаем их в волонтерскую деятельность, рассказываем о деятельности нашего молодежного центра. Провели порядка 700 участников, охватили 15 образовательных учреждений. Данная работа проводится на постоянной основе, как и помощь добровольцев беженцам и мобилизованным гражданам, в том числе по сбору помощи. На сегодняшний день у нас еще с периода, как я говорил, пандемии коронавируса сформирован полноценный волонтерский штаб сбора гуманитарной помощи. В 2023 году все мероприятия продолжат развивать и станут вовлекать все больше участников в волонтерскую деятельность и молодежные акции. Ольга Дмитриева, Михаил Лакеев, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok